Всем привет! Вы на канале ТОП-АРМИЯ. Новейший российский истребитель-бомбардировщик, который на Западе уже окрестили громким прозвищем «Черная чума». А в России известен под скромным индексом АТН-51. Этот тяжелый сверхзвуковой самолет, разработка которого обсуждается с 2011 года, обещает стать одной из самых мощных машин в своем классе. АТН-51, по заявлениям российских конструкторов, способен развивать невероятную скорость, которая позволяет преодолеть расстояние от Москвы до Вашингтона всего за два часа. На борту планируется установить 10 сверхзвуковых ракет различного назначения и 4 гиперзвуковые ракеты класса «Воздух-воздух». Считается, что такой самолет может быть создан специально для участия в потенциальных конфликтах в Арктике, где его высокая сковорость и маневренность будут крайне востребованы. Данный бомбардировщик сможет эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны, то есть ПВО, а также уничтожать наземные и воздушные объекты с большой точностью. За счет своих уникальных характеристик, АТН-51 может использоваться для патрулирования арктических территорий, где конкуренция за природные ресурсы, такие как нефтегаз, нарастает с каждым годом. Особый интерес вызывает возможность использования АТН-51 в качестве платформы для уничтожения спутников. Это направление разработки подчеркивает его стратегическое значение, делая его потенциально одним из ключевых элементов в современных конфликтах. Еще одной перспективной задачей для этого самолета может стать применение перспективной ракеты Ю-71, которая находится в стадии разработки и будет предназначена для выполнения высокотехнологичных боевых задач. Несмотря на уверенность разработчиков в уникальности данного самолета, некоторые военные эксперты указывают на наличие аналогов в других странах, в частности секретный американский истребитель ТР-3 Блэкмонта, который, хотя и отличается, внешне обладает схожими тактико-техническими характеристиками. Блэкмонта напоминает знаменитый самолет-невидимку F-117 Nighthawk, тогда как АТН-51 сохраняет классические черты самолетов своего класса, что подчеркивает приверженность российской школы авиастроения традиционными решениями. Западные эксперты прогнозируют, что оба самолета АТН-51 и Блэкмонта могут стать важными участниками будущих арктических конфликтов. Когда мировые запасы нефти начнут иссякать, страны такие, как США и Россия, будут вынуждены активнее осваивать арктические ресурсы, что может привести к обострению противостояния в этом регионе. Арктика богата огромными залежами природного газа и нефти, и борьба за эти ресурсы может стать катализатором для новых геополитических конфликтов. На данный момент точная информация о тактико-технических характеристиках АТН-51 остается засекреченной. Однако из доступных данных можно предположить, что самолет обладает трапециевидными крыльями и широким фюзеляжем с элементами технологии стелс. Остекление кабины выполнено только спереди, а сзади оно плавно переходит в обтекаемый выступ фюзеляжа, что придает самолету уникальный аэродинамический профиль. Запас топлива 26 тонны позволит АТН-51 совершать длительные перелеты без заправки, охватывая расстояние до 15 тысяч километров. В качестве силовой установки предполагается использование двухконтурного двигателя с контролируемым вектором тяги. Этот двигатель должен обеспечить самолету способность развивать скорость около 4,5 маха, что эквивалентно примерно 5400 километрам в час. Такой показатель делает этот самолет одним из самых быстрых самолетов в мире. Предполагаемый потолок полета находится в пределах от 33 до 43 километров, что позволяет самолету работать в самых сложных условиях, оставаясь в недосягаемости для большинства систем ПВО. Однако, несмотря на заявленные характеристики, более детальные информации о проекте АТН-51 уже долгое время отсутствуют как в интернете, так и в официальных источниках. Это может свидетельствовать о том, что проект был засекречен для предотвращения учащих информации или даже заморожен по ряду причин. Среди возможных факторов можно назвать отсутствие перспектив его применения на данном этапе или нехватку финансирования. Такие ситуации нередко происходят в оборонной промышленности, где высокие затраты сложные технологические задачи могут тормозить реализацию проекта. Тем не менее, дискуссия на тематических форумах продолжаются и интерес к АТН-51 не угасает даже спустя почти 10 лет после появления первых слухов о нем. Возможно, в ближайшие годы мы все-таки увидим опытный образец этого самолета, который подтвердит или опровергнет заявленные характеристики. Ну а на этом все. Вы были на канале ТОП-Армия. Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео и следите за нашими новыми выпусками. До скорой встречи. Всем пока-пока.